здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот наконец-то я закончил полностью оборудовать сарай хотел бы похвастаться что у меня в конечном итоге получилось сара изначально был совершенно не приспособлен на содержание свинок но так как желание не было непреодолимым я сейчас покажу как у меня все это вышло по оконцовке значит начнем с того кто у нас тут маша маша иди маша иди маша маша у нас спала ее разбудили машка значит смотрите чего я тут натворил хвостят кузов сделал такую бункерную кормушечку для сухих сыпучих кормов но так как свинки у меня белые порода у них мясная соответственно кормить них придется добавками зерном и добавками без всяких там ну как-то овощи фрукты все это глупости чтобы росла свинка такого рода нужно специальные корма значит кормушечка бункерная сделана из дерева не знаю в принципе закреплена она намертво здесь в принципе еще сложного в ней нет единственный момент расстояние между вот этими двумя досками внизу не более там полтора сантиметра ну там полтора сантиметра у меня есть ну то есть 15 миллиметров это позволяет просыпаться зерну и в то же время она не забивается хорошо просыпается и всегда есть всегда есть что покушать изначально все это бы рассчитывалось делалось с учетом того чтобы свинкам заходить минимально редко посещать их то есть чтобы я мог раз в три дня прийти посмотреть на них засыпать корм добавить воду и дальше продолжать ну не знать о том что они тут делают чем занимать значит вода по воде самая большая проблема получилось сперва поставил просто вы видели может предыдущих видео у меня было просто сделано смотрите ну разыгралась кошмар там просто стояла у меня корыто корыто было неудобно тем что он постоянно воду забрасывали подстилкой моей глубокой опилками нашими ну всячески с водой были проблемы выливалась она там ну постоянно свинка игралась а вода никак не удерживалась а долго приходилось все постоянно доливать менять если от меня сейчас не отстанешь ты у меня гребешь вот реально гребешь сейчас значит по поводу водички поставили мы вот такую поилку ниппельную вот она таким образом работает свинка подходит иди попей водичку покажи как свинки водичку пью маша покажи вот вот водичку пойди попей покажи как водичку надо пить вот маша умеет пить водичку видите сразу лям плям пяточком нажимает на рычажок подставляет нижнюю челюсть и пьет воду к водичка если там чуть-чуть проливается не страшно подстилка увлажняется это хорошо ну как бы это не помеха значит сарай отдельно стоящий у меня зима и не было возможности подключиться допустим к водоснабжению можно было просто подключиться ну тут на две свинки вот такой бак купил обычно любую емкость можно было 20 литровый бак купил и врезал таким вот таким способом через тройник как раз на два получается на скажем так на два отсека для содержания двух свинок у меня водичка из этого бака идет теперь я могу вполне взять засыпать там ведро дырти грубо говоря водички залить и мне этого всего хватает ну на три дня легко хватит раз три дня все равно придется перекопать подстилку для того чтобы она нормально работала ну я думаю это все равно намного проще чем ходить и каждый день там кормить их поить ну такой фигней заниматься сейчас еще давайте перейдем там у меня две свинки живут в соседнем боксе таком там мы тоже сделали нечто подобное так а ну рабят и давайте храбят и отойдите в сторону точно сколько получит по вардасом здесь у нас место чуть чуть побольше не кусаться опять же сделали ниппельную по его очку сделали кормушку здесь кормушка такого же бункерная кормушечка самый простого самый простой вариант так скажем она прикреплена к стене намертво не двигается зерно дверь засыпается вон свинки смотрите сразу показывает как надо пользоваться ниппельной поилкой поилочка одна на двоих хватает головой хватило на четверых первый день они играли сопили много на на второй день воды ушло буквально там на 3 свинки они выпили литров может 10 воды их не больше по большому это даже меньше литров наверно 5-7 так свинки сейчас немножко не давно не было они на радостях видите то меня кусают то нюхают постоянно пытаются меня на зуб попробовать вы давайте там не выделайтесь бы я вас сам попробую на зуб скоро значит в чем достоинство что еще хотел отметить огромное достоинство поилочки такого рода она занимает мало места ну практически не занимает место вы видите она стоит на стенке при этом свинки ну раньше стояла вот здесь стояла корыто огромное пингом занимала место немало при моем ну не буду как скажем место у меня не очень много в этом сарае каждый сантиметр сарая был тщательно обдуманного планировка чтобы его использовать максимально ну и соответственно ниппельная поилка в этом плане хорошо вписалась со своим маленькой площадью которая занимает еще удобство в чем я с возрастом свинки начнут расти и допустим им уже будет это низковато виде поилочка прикручена шурупами вот четырьмя и всегда могу приподнять выше там как угодно опустить но принципе она стоит сейчас на такой такой уровень что мне кажется свинья будет до последнего они будут нормально пить его будет им удобно ну вот в принципе вкратце все устройстве моего сарая наконец-то я закончил это вот значит размеры его по поводу размеров скажу два метра его длина 220 по моему и ширина вот этого отсека и ноги свинки смотри как они разгулялись а давно меня не видели просто вчера не заходил целый день и все равно интересно здесь людьми ширина больше метра где-то по моему метр сорок точно не помню при этом сейчас у меня здесь две свинки сидит я разъединю потом будут будет одна свиноматка сидеть просто сейчас пока в сарае еще один готовлю ну все делается в процессе ну как в процессе захотелось а белых свиней захотелось а посмотрел поспрашивал везде там у знакомых в интернете решил что надо попробовать хорошая цена на поросят решил я что на этом можно будет зарабатывать конкретно денежку плюс неплохо они реализуются с поросята сейчас зон пропал да папка выходить будет валите отсюда значит еще раз кормушечка бункерного типа тоже самодельная хотел сперва покупать там посмотрел почитал которая ну как бы пластмассовая там по ферме сделана стоит будет но очень дорого смысл не было там выбрасывать 1000 гривен за два куска фанеры у меня вообще на из фанеры сделано и этого хватает за счет того что здесь у меня глубокая подстилка теплый пол нету испарений особых но вот сейчас видно сухо все это обычно в сарае если свинки сидят сара небольшой испарение пар идет и соответственно все мокрая все не очень хорошо здесь этого нету поилочка тоже недорого все это стоило кусок трубы метровый 2 соска ниппельных 50 гривен чтобы это все поварили в кучу ну а потом в дальнейшем самостоятельно на этот самый металлопластик скрутил все поэтому вот так дешево и сердито можно обустроить очень легко и быстро своих свинок и начать с малей с минимальными сразу скажу затраты были минимальные я купил при этом да вот еще в чем достоинство из-за того что я мало потратил на оборудование я смог потратить много на поросят и купил поросят ну грубо говоря самых дорогих которых нашел ну и соответственно порода мясная по ним хорошо видно вот видел там видео несколько смотрел там в ю тубе везде свинок там показывать тут какая-то хвастается но у нее но свинки во-первых сольные видно что порода беспородные у этих же тварей отчетливо видны все скажем так все как сказать признаки мясной породы соответственно поросята которые будут от них их смогу и сам выращивать они будут давать много мяса выход или продавать как поросят то же самое мясные поросята большим пользуются спросом вот видите как хорошо пьется водичка если там даже есть какие-то потери не страшно подстилочка смачивается для подстилки это неплохо все работает все хорошо трудозатраты до трудозатрат было много я про ковырялся с этим всем в общей сложности на неделе две но я имею ввиду с копанием ямы делал же земляной мешок для подстилки конечно кормушки заняли буквально полдня недолго поилочка тоже там недолго за день все сделалось но все это в конечном итоге я сделал таким образом что смогу минимизировать трудозатраты свои то есть я вообще не буду заходить к ним в течение там достаточно большого времени могу не заходить грубо говоря раз три дня приходить буду посмотрел на них досыпал еды долил воды по большому счету мне ну как их не в космос отправляю поэтому прийти и допустим сделать посмотреть там управиться несложно но про то все это делается с таким учетом чтобы я на будущее мог вот таких вот загнать 20 штук при этом не сидеть с ними и жить у них тут в говне простите за выражение конечно убирая вычищая там опять в дерьме и там я не знаю постоянно нанося воду ведрами зерно мешками а все это дело два раза в неделю управляясь и соответственно получаю нормальную прибыль с минимальными затратами по времени ну и по деньгам соответственно при этом а подстилочки хочу рассказать отдельно вот они месяц сидят час на подстилке я зашел сразу ну я вам покажу потом зайдем с утреца видео сниму именно утром покажу как они ответируют там делают лёжки себе как это все происходит измеряем температуру подстилки купил специально для этого приборчик влажность померяем посмотрим как все это дело работает пока в течение месяца как я занимаюсь этим всем мне все нравится все работает отлично это видео именно было направлено на то как я оборудовал место жительства для свинок в следующем видео больше внимания уделю именно полу пол подстилка как это все работает работает ли это вообще как свинки здесь живут какие-то может минуса плюсы это расскажу честно говоря у меня месяц скажем так времени я занимаюсь ну именно в таком виде содержу их поэтому сказать нет у меня опыта еще в летнее содержание каким образом будет тут перегрев не перегрев эти именно по зиме могу рассказать все как есть скажем так сразу с первых рук вы сможете увидеть при этом я вывожу ссылочку там именно на микробов которых запустил цену по этим микробам вам озвучу я думаю если кому-то кто-то поставится целью зарабатывать деньги на свинках не вымазываясь не в дерьме не тратя времени слишком много на это все это вполне рабочий вариант как мне кажется и каждый при желании сможет все это сделать самостоятельно и получить чего надо получить в принципе все будут заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал будет еще много интересных видео по содержанию белых свинок начиная вот вот от рождения их него я снимал видео как только купил теперь будет видео когда они начнут приведут потомство скоро это потомство я продам не утаю не затратах не прибыль ах и вы сможете сориентироваться на будущее заняться не заняться этим всем но думаю многим будет интересно большая просьба если есть в если есть возможность делитесь этим видео как бы чтобы было больше просмотров а то youtube в последнее время ведет какую-то странную политику пытается каналы у которых не очень много подписчиков ну скажем так не сильно огромные каналы он их как бы постоянно чего-то какие-то проблемы на них возникают ну это все мелочи главное свинки растут все работает все это не сложно все это вполне реально сделать в условиях грубо говоря в домашних условиях без особых капиталов вложений разошлись смотри на кто капец дурные а я думаю что они поцарапанные постоянно так играются же наверно да вот это у нас игры такие видите свинки какие игривые так что буду заканчивать подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго